Спасибо, Снежана. Да, сейчас я подойду к одному из организаторов нашего велопробега, Анна Близнецова. Доброе утро. Доброе утро. Да, и в том числе моя коллега, кстати, да, все мы ее знаем. Аня, расскажи, пожалуйста, ты лично знакома с участниками велопробега. Расскажи, пожалуйста, как они тебе, как тебе ребята наши? На самом деле, каждый год эти дети, наши дети, участники проекта, это такое невероятное яркое впечатление. В этом году у нас была другая система отбора. Мы выбрали экспертное жюри, ездили вместе с ними по детским домам разных городов края. Выбирали ребят, общались непосредственно на самом первом этапе, на отборочном, знакомились с ними. Я в том числе была как организатор проекта в составе экспертного жюри. Мне было дико сложно делать выбор, потому что дети, они просто все великолепные. Я видела, что все дети, которые заявлялись на участие, которые проходили отборочный этап, они все очень хотят участвовать. У них у всех горят глаза. Они все хотят путешествовать, узнавать новое, знакомиться, находить новых друзей, смотреть наш большой, красивый Красноярский край. И поэтому дети, конечно, прекрасные. И хотя вот по опыту предыдущих двух лет дети всегда в первые дни чувствуют себя скованно, благодаря тому, что в этом году мы провели много мастер-классов, подготовительных занятий, дети уже успели друг с другом познакомиться. И уже сейчас я вижу, что они, в принципе, все расположены, раскованы, они все улыбаются, они все уже открыты к общению, знакомствам, знакомятся между собой, общаются, помогают друг другу собирать еще несобранные велосипеды. В общем, дети потрясающие. Вот, спасибо тебе большое, Анечка. Я тебе также желаю хорошего пути вместе со всеми ребятами. Будем следить за вашим путешествием. Пока у нас есть немножечко еще времени, я предлагаю сейчас просто отправиться тогда уже непосредственно к тем ребятам, которые собирают сейчас велосипеды и узнать, как же у них настроение, и как вообще, и как вот эти вот велосипеды им удается собирать сейчас. Ребят, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну как, легко собирается? Ну, более-менее, гадичный будет, что надо. Скажи, а прям с нуля пришлось его сейчас собирать или так, основное? Основное, основное он собран, то есть детали. Ты тоже участник ездишь, да? Скажи, ты откуда? С Красноярска. С Красноярска, как тебя зовут? Сергей. Сергей, очень приятно. Скажи, пожалуйста, каким ты настроением отправляешься в велопробег? Хотел принять участие? Первый раз? Да. Ребят, а вы? Тоже первый раз. Вы тоже из Красноярска? Да. Я из Емельянова. Емельянова, отлично. Видите, такой большой, богатый у нас Красноярский край, сколько уже людей из других городов, из других населенных пунктов принимает участие в велопробеге от телеканала Енисей. Расскажите, пожалуйста, что ждете от этого путешествия? Много узнать. Много узнать про нас вообще в Красноярске. Посмотреть получается, да? Да. Ну здорово, замечательно. Я желаю вам также удачи. Желаю тебе удачи. Спасибо. Скажи, что ты ждешь от велопробега? Ну, эмоций положительных много. Ты познакомился, я знаю, что у вас проходили мастер-классы до того, как вы отправитесь, много мастер-классов. Скажи, ты уже успел познакомиться и подружиться с другими участниками? Почти. Более-менее. В процессе? В процессе, да. Ну, тебе нравятся те люди, с кем ты поедешь? Как могут люди не нравиться. Это здорово, это замечательно. Я, опять же, пожелаю всем удачи. Я сама буду с большим-большим удовольствием наблюдать за этим проектом, который стартует уже не первый раз. И очень сама хочу, знаете, вот посмотреть сюжет и увидеть, насколько богат наш Красноярский край, потому что все это будет освещаться. Естественно, все это мы вместе с вами тоже увидим, если будем следить. Поэтому ни в коем случае не пропускайте, смотрите наш телеканал «Анисея» и следите за участниками велопробега, за путешествием, за таким массовым, интересным, увлекательным путешествием. На этом я передал слово коллегам. Спасибо за внимание. Спасибо, Яна. Спасибо огромное, Яна. Спасибо. Мы сейчас обязательно после эфира тоже присоединимся к этой компании. Пожелаем всем хорошего старта, легкой дороги. Ну и, конечно, быть может, поможем вот в сборе велосипедов, потому что что-то мы, но понимаем в этом. Спасибо.